Екатеринбургские видеоблогеры, пранкеры, Жека и Еврей, получившие известность благодаря серии разоблачений мошенников, недобросовестных продавцов и ремонтников и прочих фальсификаторов жизни, провели социальный эксперимент, в котором неожиданно из исследователей сами превратились в исследуемых. Тема социологического эксперимента стара как мир, продажная любовь. На что готова женщина ради материальных благ? Для этого еще летом прошлого года пранкеры разместили на странице одного из мужских клубов ВКонтакте объявление следующего содержания «Отдам девушке за встречу розовый айфон». На эту приманку клюнули несколько девушек, но после уточнения термина «встреча» большинство из них прекратили переписку. Все, кроме одной. И одна такая наивная откликнулась. Привет! Привет! Заманчиво звучит, что взамен? Ну, видите, да? В предложении из четырех слов она делает уже три ошибки. Значит, она не особо блещет умом. Дальше с ней пошла переписка со всякими там уточнениями и подробностями. И, знаете, это все происходило летом. Пранкеры уточнили, что ищут плотских утех. Девушка оказалась готова к такому роду заработка. Девушку уламывать вообще не пришлось. Она сама дала на все свое согласие. И даже вскоре начала обсуждать всякие интимные подробности, как ей нравится это делать и все такое. В общем, через день договорились с ней о встрече у памятника Майкла Джексона. И на встречу с ней пошел еврей. Наша девушка не слилась и пришла на встречу. Нарядная пришла в синем платье. Честно признаться, я с ней не переписывался, не общался и вижу ее впервые. По нашему сценарию, я ей предлагаю пятый айфон за минет примерочный. Пообщавшись с нашей девушкой, я понимаю, что она начинает сливаться, смущаться. Я тоже понимаю, что сейчас у нас все обломится. Поэтому я предложил ей восьмой айфон за полноценный секс. Как только я все это и предложил, она меня спросила, вот, ребят, сейчас будете смеяться, как же мне все успеть? Чтобы убедить новую знакомую в серьезности своих намерений, еврей повел девушку в фирменный магазин, где продают айфоны. Еврей пообещал ей два айфона. Два. Айфон SE 64 гигабайта стоит новый от 18 тысяч. А еще она хотела айфон восьмой красненький, сексуальный, мощный, красивенький. Самый дешевый будет стоить в интернете от 44 тысяч. По итогу наша девица оценивает себя в 60 тысяч рублей всего за один секс. И в салоне якобы не работал безнал. Но мы-то понимали, почему безнал не работает, потому что мы продавца подговорили, чтобы он нам подыграл, чтобы она поверила и удостоверилась в том, что она реально получит айфон. И продавец нам сказал, давайте, ребят, я вам дам полчаса, пока мы тут уладим, устраним все эти наши неполадки, можете пока пойти прогуляться. Я решил этими полчасами воспользоваться, поведя ее примерочную отрабатывать айфон. Пока шли, она начала стесняться и смущаться, и мне объясняют это тем, что никогда в подобных местах у нее не было, и Дима, и что будут слышны охи, вздохи, и она не получит полноценного удовольствия со мной, понимаете, да? И в итоге я тоже понимаю, что на самом деле, да, она же тоже может опять слиться, и я ее повез на хату. Снимавши встречу своего друга с девушкой по объявлению скрытой камерой Жека, не сразу понял, почему еврей не повел ее в примерочную и дожидался условного сигнала. Потом еврей мне пишет то, что, мол, они уже едут в такси в квартиру, и мы срываемся, летим за ними и вламываемся в хату. Готовившись к социальному эксперименту, Жека, похоже, не ожидал от своего товарища, что он зайдет в своих исследованиях так далеко. Придется, да? А что в магазине сказали? Типа потом придете? Да, потом придем. Сейчас придете? Ну, хотя сейчас переключаю и поехать. Да? Да. И что, поедешь? Не то поборов себе зависть, не то, напротив, испытав облегчение, что роль покупателя продажной любви досталась еврею, а не ему, Жека с евреем приступили к нравоучениям. Или что, это нормально? Ну, как ты сейчас говоришь? Нормально? Ну, по сути, нет. А что тогда? Ты же на это согласилась? А что тогда? Да. Что тебе будет два афона, а я это сестре отдам, это себе оставлю. Или у тебя какая-то нужда была? Ты же, ну, не царшку. Нужда в телефоне, что серьезно? У него телефон очень разбитый, старый. Вредная семья, нуждаться в деньгах. Неблагополучные условия, значит. Да? Получается так. Суть-то вся в этом. И бати нет. И бати нет. Что молчишь? Тебя разговорить, что ли? Считаешь или нет себя шалавой? Вот вам что сейчас надо? Ну, просто мне интересно мнение твое. Я просто вижу такого человека, и я... Да, я поступила неправильно. Дальше-то что? Ты считаешь себя шалавой? И дальше будете меня тут унижать. Ты считаешь? Я вопрос задал. Да, нет, ответ. Ну, да, и что? Допустим. Ты считаешь себя шалавой? По-любому это нормально, да? Нет. Нет? Да, я поступила неправильно. И что, доверие человеку прийти? Ты... Вот. Бывает такое, живем на довериях. Сейчас, какой век, какие пацаны, вы все просто стебетесь над девушкой. Во, хорошо. Сказал. Хорошо сказал. Нормально. Я что, я тобой дестебался? Что, мы над тобой так-то не стебемся, мы просто провели четыре метра. Ну, я вижу, а потом позор на всю страну, да, и так далее, или куда вы там это все отправите, да? Это нормально. Да. Да? Да. То есть, ну, если ты хочешь сейчас откупиться, чтобы этой съемки не было. Да. Сколько денег надо за то, чтобы это видео... Чтобы твоя честь осталась не поруганной? Да. Не, не сколько. Суть не в том, чтобы у себя денег поиметь, а суть в том, чтобы ты для себя что-то... Поняла. Поняла то, что... Я-то поняла. Так вообще жить. Это низко, это стремно. Я-то поняла, я сейчас позвоню сестре, и просто попрошу мне денег. Не надо. Нам деньги твои не нужны, сколько бы ты нам не предложила. Тут главное то, что ты для себя поймешь. Что ты скажешь? Мы... Созадай денег. Мы моралисты. Какую сумму? Говорите. Не надо нам твоих... У нас свой телефон. Ладно, подождите, я перезвоню. Пранкеры признали, что с самого начала не планировали дарить девушке ни один, ни другой айфон. Не поддались они и на уговоры не публиковать это видео. Правда, пообещали закрыть девушке лицо и не называть ее имени. Это все происходило примерно полгода назад. И такой срок мы брали, чтобы просто за девушкой понаблюдать. Изменится что-то в ее жизни или она все так же будет... И знаете, по понятным причинам, пруфов я, конечно, вам не покажу, но она нашла себе парня и у них скоро родится ребенок. Так что, мне кажется, этот отлов, как-то оно повлиял на человека. Вот все-таки, ну, положительно повлиял. Посчитав эксперимент удачным, продажная любовь разоблачена, грешница вразумлена и исправлена, пранкеры смонтировали это видео и выложили его в интернет, но реакция зрителя оказалась, вероятно, не такой, на какую рассчитывали Жека Еврей. Каждые девять из десяти комментирующих, мягко говоря, не одобрили поведение парней. Вот несколько комментариев. Чувак, вы что-то вообще не тем стали заниматься. В следующий раз она так не сделает, но мне было противно это смотреть, вы ее унизили. Позор, как можно унижать бедных людей, у вас нет сердца. Видишь, человек нуждается, помоги, а не наживайся, вы не мужчины. Это было последнее видео, которое я посмотрел на твоем канале. За вас больше стыдно, чем за эту... Телка выполнила свой договор, а вы нет, черти. Кто дал вам право заниматься самосудом? Думаете, она согласилась на это, потому что у нее денег много? Представьте, что она прошла, раз согласилась за айфон. И все в таком духе. Удивительно, как в большинстве своем безбожные завсегдаты из соцсетей взялись отстаивать христианские заповеди, по сути, повторяя слова сына Божьего, сказанные им фарисеем, когда те привели к нему блудницу и спросили, надо ли побивать ее камнями, как заповедовал Моисей. Кто из вас без греха? Первый, брось у нее камень. Тема сострадания грешницам, продающим свое тело, позже не раз поднималась и в русской литературе Достоевским, Куприным, Есениным, Маяковским. И, как видно из комментариев к этому видео, сегодняшние россияне в большинстве своем по-прежнему стоят на тех же гуманистических принципах, давая свой ответ на вопрос, что аморальнее, занятие древнейшей профессией или самой новой и невероятно популярной видеоблогерством?